Друзья, самая главная критика электромобилей, которую я слышу, касается того, что на них нельзя никуда выехать из города. Ну, сейчас мы это проверим и направимся в столицу казахских азартных игр, город Капшагай. Ну что, друзья, как я и говорил, все всегда ко мне подходят и спрашивают, брат, ну что вообще, на день хватает зарядки? Ну, во-первых, они спрашивают, это электрически, потому что Jaguar первый автомобильный концерн, который смог выпустить электромобиль, способный конкурировать с Теслой, способный ехать настолько же далеко, как и Тесла. Что интересно, сегодня только утром прочитал, что выяснили, что Jaguar по дальности хода лучше, чем Тесла. Я не знаю этого, я, несмотря на то, что эти два автомобиля оба есть у меня в гараже, я не проверял. Могу лишь сказать одно, при подъеме на Шамбулак Jaguar держит дорогу лучше. Так вот, все спрашивают, электрический, ну, естественно, я говорю, там, электрический, а покажи мотор, там, ты открываешь, там, небольшой багажник. И я им говорю, ребят, ну, я заряжаю, я езжу немного, да, то есть, я поэтому заряжаюсь раз в неделю. Когда я езжу много, я заряжаюсь раз в три дня. Реальный запас хода с моим вождением, очень активным, в динамическом режиме, вы видели, как я сейчас переключал режимы, здесь есть комфортный режим, это базовый, есть динамичный режим, есть режим ЭКО, который я в первый раз в жизни сейчас включил. И в динамичном режиме реальный запас хода, ну, где-то 300 плюс километров. Это очень достойно, это очень хорошо, поэтому мне есть чем сравнивать. Поймите, всегда, обычно, когда ты едешь динамично, всегда есть какой-то обман. То есть, если у тебя написано там 400, да, ты будешь агрессивно давить, 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 ну, скорее всего, все кончится там на 250. И главный вопрос следующий, да, он все заключается, типа, ну вот, это же электромобиль, куда на нем выйдешь? Ну, собственно говоря, куда на нем выйдешь, мы сейчас и проверим, потому что нет еще пока инфраструктуры. Нам обещал Илон Маск, нам обещал оператор Роб строить инфраструктуру, мы ее пока не видим. Поэтому просто на свой страх и риск мы делаем первое свое путешествие, оно достаточно пилотное. Как и в целом, этот автомобиль для всего концерна Jaguar Land Rover, мы начинаем свое путешествие в Копчегай. Для того, чтобы доехать до Копчегая, нужно сначала выехать из Алматы. Мне кажется, это займет у нас гораздо больше времени. Немножко про электромобиль, базовая информация. Оказывается, вот ребята мне говорят, а можно что-нибудь про электро? Ну, во-первых, ты разгоняешься всегда быстро, ты очень юрок, потому что вот этот момент электрического, такого троллейбусного ускорения, он наступает вот единожды, да? Ты не ждешь, пока коробка переключит тебя, там самая даже крутая, там с двумя сцеплениями на первую, вторую, третью, прыгнет вниз. То есть оно у тебя сразу, ты жмешь на гашетку, ты получаешь максимальную акселерацию. Это очень похоже на игру вот в эти компьютерные игры, когда ты играешь, извиняюсь, перед оператором, я резко торможу. и когда ты играешь в компьютерные игры и очень похож и звук он такой же когда говорят что у электромобилей нет звука он есть он вот знаете вот такой и в этом есть свой кайф что еще всегда люди спрашивают там главный вопрос да действительно которым подходит это что лучше ягуар или тесла для меня это интереснее чем тесла потому что ну тесла для меня уже такое отъезженная вещь которая у меня уже долгое время в моем владении и ну уже мне как-то скучно ну и плюс в тесле я люблю машины я люблю тактильность вот это все и посмотрите ну какие сиденья да то есть какой здесь прекрасные два монитора я на веларе первый раз по моему это увидел какая здесь красота да то есть когда ты садишься в теслу ты понимаешь что эту машину все-таки собирают в америке и собирают ее откровенно говоря криво то есть у теслы там потеет левая фара да хотя она там не была никогда в аварии да то есть ну я на примере своем говорю да то есть зазоры все кривые когда дождь у меня из замка если ты открываешь багажник течет вода прямо из замка я не знаю почему это было самого начала и она течет и просто все твои вещи потом мокрые да то есть это в этом тесла да но в то же время там у нее есть технологичность и ягуар вот первый я говорю они еще раз молодцы да то есть я когда узнал что вышел айпейс и знаю что у нас там есть дилер я просто пошел и сразу сказал я куплю себе такую машину то есть вопросов не было я правда не выбирал я брал что пришло первым да мне тоже все очень нравится я не понимаю зачем брать большие внедорожники черные первых которые там никогда не отмоешь sorry за мою критику который всегда пыльный вот их мы едем здесь вся парковка с объемом двигатель там как диспенсер вашем офисе да и платить бешеные налоги за это и возить себя одного так вот налог на этот автомобиль какой какой налог знаете никакой никакой да недавно мне прислали штраф за парковку мы позвонили в аппаркинг они сказали извините мы не доглядели потому что данный вид транспорта электротранспорт паркуется в городе бесплатно и штраф этот отменили было много расстройств но тем не менее что еще классного ты всегда можешь заехать на шамбулак а мне кажется что для наших людей которые обожают зимние виды спорта или летом возить своих гостей туда но это главный понт вот что может быть круче чем заехать на шамбулак бесплатно везде заряжаю свой автомобиль я приоритетно паркуюсь в мега центрах которые находятся по левую сторону параллельно пока ты в кино сидишь автомобиль там заряжается но мне кажется что будущее она вот она вот уже сейчас и мы увидим там ближайшие пять лет 5-10 лет как сильно поменяется весь автопарк даже в казахстане и поменяется он не в сторону гибридов а в сторону именно электрических автомобилей если на ferrari вы привлекаете девица сомнительного поведения то вазя игвара и пейс вывод все помешанные на экологии правильном питании сборки и переработки мусора девчушки вот эти они все будут ваши вот это реально я вам говорю так что это вы покорите сердца любой день а так как у нас сейчас вся женская часть инстаграма неожиданно стала в моде экология сборка мусора где они все раньше были не понимаю и это очень проблема актуальна для нашего города все девчушки все вот эти модные современные они все ваши потому что у вас электромобиль мы постояли в пробках алматинских мы выехали на автомагистраль варьировали темп от 60 до 148 не щадили автомобили не экономно жали на гашетку акселератора мы слушали рэп а сами знаете это тоже очень тяжело мы пользовались кондиционером проехали город ковшига и припарковали здесь в том месте где наступило будущее и по мою левую руку и по мою правую руку по одометру мы проехали 86 километров у нас написано что есть еще 222 в запасе а зная тягу ягуара преуменьшать свои способности я думаю нам следует снять вторую серию и отправиться чуть дальше возможно в талдыкурган ну а пока едем обратно в алмату а